Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфир, право-оцелитель. Мы говорим о здоровье, и я иногда даю комментарии к некоторым натуропатам, которых вы можете встретить в том числе на канале YouTube и даже там ВКонтакте, в других социальных сетях, где есть много открытой информации, открытых вебинаров, лекций о том, как можно пересмотреть, в том числе, систему питания. Да, и иногда я рассказываю о метафизиках, которые не только про питание, а вообще свое мировосприятие исправить и оздоровиться. Самое важное, что такие люди пропагандируют, что человек сам себя исцеляет, что нет никаких неизлечимых болезней, и даже когда я в чем-то не согласен, я говорю, изучите, изучите, там очень много полезного и важного. Но есть люди, которых бы я не рекомендовал вам изучать, где, ну, полезного немножко есть, но опасного так много, и оно настолько страшно, что лучше даже было, наверное, не упоминать. Ну, я не могу выдержать, да, потому что мне нужно оставить обязательно информацию. И здесь ничего личного. Речь пойдет об Академии здоровья Елены Бахтиной. Елена Бахтина на Ютубе, она представлена достаточно, ну, активно. И этот человек, по-моему, из Казахстана, но она сейчас в Запорожье, по-моему, где-то в Украине. Ну, дело не в этом, а, пожалуйста, да, на самом деле, мир един, и хоть с Луны нам будут вещать, да, по всей видимости, вещают, ничего хорошего. Но это уже совсем другая тема. А вот что вещает Елена Бахтина? Значит, там вот в начале, когда я начал, ну, вот знакомство мое, да, с первыми лекциями, я, ну, как бы в чем-то так был, да, согласен, да, там рассказывали о том, что он диабет, диабет, вот, это пошло направление с Америки, там определенно есть врач, который вот говорил, что опомнитесь, американцы, вы столько едите углеводов, вот поэтому у вас идет вот это накопление жиров. Ну, мы с вами по роликам знаем, да, что это никакое не накопление жиров, жиры – это энергия, а идет накопление шлаков. А отчего? Потому что человек ест именно модифицированные углеводы, то есть уже прошедшие химическую, либо термическую, либо еще какую-то обработку, то есть они вибрационно совершенно другие, и их видят дрожжи. И идет дрожжевое брожение спиртовое, да, никакой глюкозы там нету, никакой фруктозы, не образуется там никакой жир, там идет просто токсическое вот это разложение, оно дает немножко сначала Америки, а потом еще больше собирается отобрать. Поскольку организм не до этого, то есть у него заблокирована очистка, да, поэтому он все это складывает. Вот, поэтому пухнут там американцы на соках, да, на соках, только на пакетированных соках, на живых соках вы не будете пухнуть. У вас уверяю, у вас все, этот весь так называемый жир быстренько уйдет, потому что на соках реальных, настоящих вас будут чистить. Говорю, как человек, который почти год сидит на соках. А значит, ну вот Елена Бахтина как бы, ну, видимо, в Украине очень любит сейчас вот под дудку Америки, что-то вот все так, Америка так сказала, все, давайте углеводы все убираем. Ну, при этом никто не стал разбираться, что вообще-то углеводы банана и сахара рафинада, это совершенно разные углеводы. Это вот, нет. Когда Елена Бахтина видит на картинках бананы, она там кричит в вебинаре, это нельзя, завтракать бананами нельзя, это столько углеводов, о боже. А раз нельзя углеводы, дальше у Елены Бахтина сработало следующее. Еще раз, ничего личного, я как бы, пусть меня критикуют, это все здорово, я надеюсь, что вы не услышите никаких ноток негодования. Человек бесплатно дает информацию от души, на самом деле она верит в то, что говорит. Но это ужасно, то, что она говорит, да, то есть, потом это уже так отстало, она еще опирается на калории. Ну, мы уже с вами еще раз, да, повторим, что калории никакого отношения не имеют к тому, что происходит внутри нас. У нас не печка, у нас не сгорают там куски мяса, там идет разложение, либо ферментативное, либо микробиологическое. Все, другого там не дано. И не дай вам Бог микробиологическое разложение, особенно термически разложенного уже, да, потому что оно особенно страшное, и особенно животного сырья, термически разложенного, особенно вот уже белки, да. Да и, кстати, сейчас вот пройдемся по белкам и жирам, да. Так вот, значит, поскольку углеводы все нельзя, разбираться каких нельзя не стали, да, оказалось, что теперь нужно есть белки и жиры. Именно жиры, потому что, ну, масла-то есть, понятно, что когда Елена Боксина рассказывает, что вот если она голодна, она купит сливки, выпьет сливки. Ну, она явно не покупает подсолнечное масло, да, выпив там, ну, в дорожке, подкрепиться. Я вот таких людей не знаю. Оно не усваивается, чистит печень, и вот никому не захочется такого подкрепления в виде стаканчика подсолнечного масла. Там столько энергии. А поэтому сливки, да, это вот как, скажем так, я такой же был раньше, я все это прошел, и сливки, и творог. А, ну, а завтракать нужно белками. И там опять без разбора, то есть это белки термически разложенные, неразложенные, там она это не разделяет. Ну, там творог, сыр, это здорово, да. Хуже, если интернет завален, молочку убираем, уже все орут, убираем молочку. А голод даже, который мясоед, и мясо, мясо, и ту молочку топят, да, уже. Ну, до Елены Бахтиной это еще пока не дошло. Все ужасы молочки. Я прошел это все по молочке. Я знаю, что потом будет. Ну, хорошо, особенно творог и сыр, да. Это, конечно, и причем с них очень тяжело слезть потом. Ну, вот она не может слезть с патогенной пищей, поэтому транслирует, да. Вот, вот, будьте осторожнее. Опять, не для того, чтобы навредить вам. Я так думаю. Ну, хорошо, завтракать там надо тяжелыми белками, то есть, это там, может быть, индейки, да, вот она пропагандирует. То есть, опять там идет термически разложенное, то есть, она это не разделяет совершенно. То есть, у нее что, сырой кусок мяса? Кстати, в Америке есть адвентисты седьмого дня, которые едят, ну, некоторые из них едят сырое мясо, только сырое, только сыроеды. И это совсем другое, чем термически разложенное. Ну, вот, у Елены Бахтиной вот этого понимания совершенно нет. Все, что в лоб, что по лбу. Ну, хорошо, белковый. А, яичница там, там не сырые яйца. У нее два яйца, это хорошо, это белковая пища. Хотя там глазунья, и это вообще-то огромная порция холестерина животного, который не видим нашими ферментами. И будет усваиваться частично. И гнить будет термически разложенной. И частично усвоится, и будет портить нам все внутри. Ну, там упор основной у нее идет по белкам, белки-белки, ну, и жиры. Вот. И все это термически разложенное, конечно, в основном, да. Ну, творог и сыр, там тоже все, то, что вы покупаете, там все уже малифицировано. Там тоже и термически, и физико-химически изменено. То есть, это не натуральные продукты. Где вы там найдете натуральный творог, сыр, это большая редкость. И, как бы, это будет очень дорого, на самом деле. То, что в городах продается, это уже все там из порошков. Это все, ну, то есть, тут, ну, это тоже, считайте, это термически искаженный продукт. То есть, вибрационно это уже не сыроедческие продукты. В общем, все неживое. И в основном упор идет у нее вот белки и жиры. Ну, это просто вот убийство. Да, углеводы, вот искаженные в булочках, там вот сахар-рафенат, вот это, это тоже убийство. Правильно, когда у нее люди, пациенты, да, отменяют вот углеводы. Ну, естественно, им нужно как-то травиться дальше, потому что иначе их тело начнет очищаться. Очищаться никто не хочет. Поэтому здорово спасают отравление белками и жирами. Животными белками, причем, да, и животными жирами. Напомню, что я вижу ситуацию так. У нас нет ферментов, которые видят животного происхождения белки, жиры и там углеводы. Нет таких ферментов у нас. Нет, никакого приспособления у нас не появилось. Ни термически разложенных, это вообще там и не могло быть неживое в живом виде. Ну, в живом виде, правда, особо никто и не ест и не предлагает. Поэтому там как бы по-любому это разлагается, только гнилостными бактериями. Это белки разлагаются и, значит, что касается жиров, там идет разложение в толстом, микозное, да, но самое страшное, что они еще частично усваиваются. И что с ними делать, организм не понимает. Это как раз забивает вот и мембраны, и возникают наклепки на сосудах. То есть, это просто атака. Это чужеродное, да, и нагрузка на печень. Все знают, что сало там или желтки – это нагрузка на печень. Серьезнейшая, да. А белки термически, особенно разложенные животного происхождения – это просто орудие казни. Откройте интернет, посмотрите, да, это есть такая казнь. За 30 дней человек умирает на вареном мессе. Ну, это все, конечно, Елена Бахтину не интересует, потому что мы все, нам очень срочно нужны белки и жиры. Да, 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 они нам нужны, потому что мы все строим из белков и жиров, все верно. Ну, углеводных немножко иногда в чем-то участвуют, но основной строительный материал – белки и жиры. Ну, вот я все время пытаюсь успокоить, что, ну, эти примеры есть. Если вы захотите, откроете глаза, вы увидите, что есть люди, которые замечательные животные в фруктовых углеводах, как и я. И все у нас замечательно и с кожей, и с волосами, да, уже лучше, да, потому что у меня волосы попадали только так, на белках и жирах животных раньше. Вот, ну, более того, скажу, что мы вообще независимы от фруктовых углеводов, на самом деле, в здоровом состоянии, в щелочном. Но вы не станете в щелочном состоянии никогда, если будете есть так, как вот белки и жиры животные, да еще термически разложенные. То есть, да, значит, но зато вы уходите от диабета вот именно углеводное, то есть нарушение углеводного обмена, и там люди, да, снижается вес, то есть фигура становится лучше. Ну, понятно, вы травитесь белками в первую очередь, и идет накопление именно шлаков разложения, именно микозного разложения вот бродильщиками термически разложенных углеводов клейстера, то есть у вас не происходит. Нет, у вас происходит тяжелейшее отравление печени, это долго может быть незаметным, то есть организм, вместо того, чтобы там кто есть на одних булочках сидеть, у них вот идет распухание, потому что там идет глюкокортикоиды, стимулируется выработка. Мы с вами это все проходили в роликах, да, а кто на мясе, там идет выработка, вот благодаря микробиотическому именно условно-патогенному разложению, там идет выработка серотонина. Человек превращается в такой овощ довольный, да, и токсический становится. Да, он не распухает, да, фигура будет лучше, как бы, внешне, но расплата за это будет не менее страшной, чем на булочках, я бы сказал, даже, наверное, серьезней, потому что, ну, по отравляющей степени белки животные и жиры, это просто ад, да, молочный белок – это тоже животное, и он особо не уступает говядине там, да, то есть это ужас, конечно. Вот, но, напомню, что Елена Бахтина продает именно дорогие БАДы, и да, с БАДом вы не слезете, то есть на термически разложенных белках и жирах вам нужно обязательно будет все время пополнять. У вас микробиота будет подавлено гнилостными процессами, организм будет все время в атаке, то есть под разрушением вот тяжелейшего токсического питания, как бы, да, и вам нужно будет, вы запасаетесь БАДами, потому что, если я даю систему человеку, как просто выйти из зависимости, я не принимаю никаких БАДов и не собираюсь, да, и, как бы, ни лекарств, ни БАДов, ни болелья, то вот по программе Елена Бахтина, вы будете все время ее клиентом, вам не слезть будет. Ну, она так и говорит, все, без БАДов жить у нас невозможно. Да, когда у вас подавлено своя микробиота, у вас реально будут все время недостачи по минералам, по витаминообразным веществам, их там 723 я только насчитываю, да, и вы будете все время хвататься то одно за одно, то за другое, и чистки тоже постоянно придется проводить, потому что, ну, хоть немножко надо будет вычищать вот эту всю гниль, гной, иначе будет рак, да, и различные там мастопатии, то есть, все это обязательно будет. Ну, повторюсь, Елена Бахтина на несколько лет всего у меня старше, ну, прошу прощения, она все время подчеркивает, как она хорошо выглядит, да, она стала лучше выглядеть, она ушла с углеводной вот этой неправильной, именно с неправильных углеводов, и, как бы, она, ну, подсохла. Ну, за таким количеством косметики и процедур и всяких там уколчиков по лицу, разглядеть, как на самом деле она выглядит, я не знаю, но я без всего вот выгляжу, я думаю, что примерно как ее сын, и буду еще моложе выглядеть. А, как бы, ну, здесь дело не в этом, а, как бы, не хочется никого обижать, ну, дело в том, что если бы она нормально почистилась бы, то, как бы, в нашем, примерно, возрасте, достаточно, там, через несколько лет она бы выглядела намного лучше, да, и у нее есть эта возможность. Тут главное просто почистить голову, а это самое сложное. Ну, вот, как бы, моя задача просто показать, что, ну, да, сейчас столько всяких диет, столько всяких вот интересных мнений, и самое страшное, что вы не сразу заметите, к чему это ведет, то есть, вы увидите, да, снижение веса, как здорово, в принципе, еда, как у всех, да, и все, ничего, менять-то не надо, просто с булок уходишь на мясо, там, да, с сахара уходишь на, не знаю, на яичницу, ну, здорово, все, все, конечно, замечательно, пока у вас, еще раз, Елена Бахтина, она намного менее старше и вещает вот для своих сверстников и помладше, то есть, я сомневаюсь, что уже старенькую бабушку с болезнями, а если посадить на, вот, белки и жиры, термически разложенные животные, ну, человеку станет еще хуже много, потому что там уже нету, там настолько подавлен эфирный синтез и уже адаптационных возможностей, что там не до снижения веса, чтобы просто перейти с одной патогенной еду на другую, то есть, это диета для тех, кто, ну, хочет оторваться, получить, там, в ближайшие 10 лет, 10-15 лет, ну, у нас много здоровья, да, но зато фигура будет, на это ведутся женщины, которым от 30, да, там, ну, вот, 45 до 50, потому что дальше уже такие болезни, подчеркиваю, что неделька на мясе и на холестериновой диете, да, там, на гонишницах, а там человек уже, вот, не протянет, как бы, да, особенно, конечно, убрав, там, бананы, убрав финики, бананы, ну, как же, ну, это же углеводы, вот, ну, вот, такое мракобесие, конечно, ну, просто подчеркиваю, что никаких личных, вот, личного, никакого нет негатива, и не то, что я чем-то лучше, ну, я просто дальше ушел, но я на каком-то этапе верил, да, что белки животные, жиры, это вот, это такая ценность, да, это так здорово, ну, расплата потом за это, потом наступает рано или поздно, а пока ты, вот, относительно молод, это может быть незаметно, ну, как бы незаметно, проблемки какие-то есть, ну, затопку покупаешь, бады, все время чем-то надо заниматься здоровьем, да, и очистками все время надо заниматься, и все равно ты примерно, дай бог, будешь стоять хотя бы даже, ну, не то чтобы на месте, ты сдерживаешь вот это старение, да, то есть ты все время в борьбе, в борьбе, то есть ты одну руку себя убиваешь, а другой, ну, немножко, где-то что-то подчищаешь и даешь какие-то нутриенты, ну, вы будете работать все время вот на всякие компании, на натуропатов, да, это в хорошем случае, а потом все равно скатитесь до врачей и больниц, потому что, ну, с такими натуропатами, как бы это полный аут, это тупик, конечно. Конечно, решать вам, да, подчеркиваю, что вот по моей системе трехвазного питания я ее разрабатывал именно для людей уже в тяжелейшем состоянии, и там по часам становится хорошо, я хочу посмотреть, как им по часам станет хорошо от индейки термически разложенной, от яичницы по утрам, от сыра, творога, вот, и не дай бог банан там, да, потому что не, не, углеводы, да, и вообще без углеводов, то есть отрезать вообще питание, то есть это вообще мрак, там на кашке, от кашки вы хотя бы сначала хоть немного получаете энергии, хотя потом отдать надо больше, но от куска мяса и от яичницы вы не получаете ничего даже вот в первый час, поэтому человеку, у которого гликемия, вот эти так называемые, ну, знаете, бывает вот просто обморочное состояние, да, там сахар все-таки суют, да, или я советую финик либо, да, вообще-то, чтобы потом расплата не было, а тут вам будут сувать яичницу, например, да, ну, хорошо, отравись яичницей, отравись творогом, я вот хочу посмотреть, как человеку в обморочном состоянии вы будете сувать вот эту вот белково-жировую пищу, ну, все же говорят, что она дает энергию, ну, хорошо, не энергия, это структура, ну, хорошо, посмотрим, какая там структура, пока я вижу, как люди вот на этой диете, пожалуйста, есть люди, которые сидят на белково-жировой диете, они разваливаются сейчас, и болезни там, ого-го, какие. Андрей Широков, Клуб Эфлия, до скорых встреч.